Ильяс Баширов, наш подписчик, задаёт такой фундаментальный вопрос. Чего не должен допускать новый глава Республики Башкортостан, чтобы не уподобиться Радио Хабирову? Ну, это, конечно, такой вопрос на, как бы говорится, не на одну диссертацию. И тут нужно, наверное, более так научно подойти и поработать с анализом этих вещей. Но, навскидку, конечно, напрашиваются несколько вещей. Ну, первое. Радио Хабиров воспринимал управление, и воспринимает до сих пор, конечно же, управление Республикой как некую личную вотчину. То есть, облагодетельствовать свою родню, друзей, родню, жены, там ещё кого-то. То есть, ну, много-много-много у него там всяких людей, которые ему симпатичны. Там, начиная от Кости Шугимуратова и заканчивая какими-то там безвестными Абовянами, Арутюнянами и прочими, значит, Асланянами. Этого нельзя допустить. То есть, нельзя допускать вот такого байства, вот такого, значит, ну, вот такого кумовства, которое, ну, просто запредельное при Хабирове. Второе. Хабиров экономически безграмотный человек. Ну, так получилось. Хорошо, если вы не очень понимаете в этом деле, если вы новый губернатор Башкирии, новый глава Башкирии, ну, окей, наймите, наберите себе, значит, в окружении людей грамотных. Ну, и третье, чтобы я бы посоветовал Хабирову конкретно, ну, вот, вы его, не Хабирову, простите, а его последователю, его, как сказать, заменителю. Ну, да, нужно сразу же заниматься нормально имиджмейкерством. То есть, никто не отменял пиар, никто не отменял то, что нужно работать с населением, с людьми, с прессой, с элитами, с какими-то, значит, там, лидерами общественных мнений и так далее. То есть, ну, то, что, вот, сделал Хабиров, это, конечно, ну, был выстрел не просто в ногу, а выстрел в голову. Ну, первое, у него был талантливый пиарщик Мурзагулов, который его предал и теперь топит, а потом он взял себе в пиарщице вот это вот абсолютное никтожество под названием Прочаковская. Ну, и то, и другое было ошибкой. То есть, вот этого последователю Хабирова нужно, конечно же, избежать. На самом деле, конечно, этих пунктов там, ну, наверное, десятка-два наберется, но я не готов сейчас так вот на вскидку отвечать на подобные вопросы. Продолжение следует...